Новый автобус белорусского производства претендует на место в автопарке Хабаровска. МАЗ-203 от Минского автозавода – современная модель общественного транспорта. Чем машина привлекла перевозчиков, расскажем далее. На Хабаровском автовокзале гостит новый пассажирский автобус. МАЗ-203 привезен из Белоруссии, где его и производят. Сейчас он путешествует по всей России и может стать частью автопарка Хабаровска. Мы эти переговоры инициировали, в данный момент мы их как раз проводим, то есть показываем технические какие-то части этого автобуса. Белорусский дизельный автобус МАЗ-203 12-метровый и вмещает в себя до 110 мест. Модель ориентирована на комфортную перевозку по городу. Для водителя есть гидравлическое сидение, а в числе достоинств для пассажиров – устойчивость к хабаровским морозам, экологичность и низкий пол. Ровный низкий пол, то есть нет никаких ступенек в автобусе. Очень удобно для пассажиров, для инвалидов. Автобус имеет аппарат для инвалидной коляски, то есть средняя дверь. Также у него система книлинга есть, то есть он опускается, когда подходит, для того, чтобы удобнее было заходить и заезжать. Уже так называемая доступная среда в действии. МАЗ-203 в этой компоновке уже порядка двух лет производит Минский автозавод, который ушел от санкционных поставок. Все комплектующие изготавливаются и собираются в Белоруссии. Официальным дилером в России выступает компания «Русбизнес Авто». Их представители утверждают, что такой автобус обойдется муниципалитету Хабаровска в 15 миллионов рублей. Автобус подходит для муниципальных заказчиков, его можно приобретать по 44 ФЗ. Также у Минского автозавода есть возможность частично субсидировать покупку за счет правительства Республики Беларусь. Техническими характеристиками и внешним видом МАЗ-203 перевозчики Хабаровска довольны. Однако ряд факторов останавливает их от приобретения этого автобуса. Причина – в высокой цене и в долгом ожидании поставки комплектующих. Хороший, светлый, красочный автобус, интересный, свежий, новый. Я думаю, жителям Хабаровск понравится. Я думаю, если они цену скинут, то купят, конечно. Все зависит от цены. Белорусский МАЗ-203 сейчас показывается транспортным перевозчиком по всей России. Прогон стартовал от Москвы, побывал автобус в Улан-Удэ и в Благовещенске, доехал и до Хабаровска. На следующей неделе МАЗ-203 отправится во Владивосток. Мариана Гейт, Мария Шулешко, Максим Артиков. Смотри Хабаровск.